В мексиканском городе Канкун чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе Мигель Берчель победил Максвелла Авуку техническим нокаутом в третьем раунде. Берчель активно начал поединок и уже в первом раунде стало понятно, что шансов Авуку здесь просто нет. Ганец пытался встречать чемпиона левым прямым, но для Мигеля это были семечки. Он гораздо лучше двигался, да его технический арсенал явно превосходил возможности соперника. В третьем раунде Берчель дважды послал Авуку в нокдаун, но упорный Ганец оба раза поднялся и продолжил бой. Впрочем, это уже не имело ни малейшего смысла, потому что чемпион начал добивать Максвелла Авуку у канатов, пока рефери не остановил бой. Таким образом, Мигель Берчель провел добровольную защиту титула и в очередной раз доказал, что его громкие победы над Франциско Варгасом и Такаши Миурой были не случайностью. Генеральный директор Майвезер Промоушенс Леонард Элербей прокомментировал бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, а также поделился ожиданиями от их реванша. «Я думаю, это будет очень хороший бой. Участвуют два отличных бойца, и я не могу предсказать победителя. В первом поединке, я считаю, выиграл Трипл-Джи. Бой был очень близким, но Головкин победил. Они устроили большой поединок однажды, и они сделают это еще раз». Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко заявил, что его команда ведет переговоры с представителями обладателя пояса WBA Хорхе Линароса и уже на следующей неделе может подписать контракт на бой. Также Ломаченко припомнил Флойду Майвезеру младшему случай, когда тот заставил подниматься к себе боксера, который был ниже на три весовые категории. Эта реплика украинца стала ответом на критику американца, обвинивший Василия в том, что он побил бойца на две категории ниже Гильерма Ригонда. «Сейчас переговоры идут по поводу Линароса. Дата приблизительно – это 12 мая. Второй выписает нюансы. Мы сказали, что в течение недели вы должны подписать контракт. Я думаю, что процентов 90 – это будет Линарос, 12 мая, Нью-Йорк на большой арене. Мы не Крофорд, но, может быть, я буду так думать через год-полтора, когда чуть-чуть веса наберу, когда чуть габариты подрастут, если они подрастут. Ну, тогда бы я смогу говорить о Крофорде. Пока, лично для меня, Крофорд – это пока еще далеко. Давайте вспомним его историю, его боев, когда он к себе вес загонял Маркеса, который боксировал в 59, он загнал его, по-моему, в 63 или в 66 даже. Точно такая же история была. Поэтому получилось так, что они договорились, а совместно договорились о том, что вот мы хотим провести бой. А у нас получилось так, что, в принципе, Регондо вызвал меня на бой. Я не кричал, что я хочу этого боя, я не кричал, что мне этот бой нужен, что давайте я буду драться с Регондо. Регондо сам этого захотел. Я его приглашал, когда я был еще на категорию меньше. Тогда бы разница не такая огромная, казалось бы. Пока это разговор и все. Надеюсь, что на этом и закончится, на разговорах. Потому что не хотелось бы боксировать с человеком, который стал легендой, который на закате своей карьеры. Ну и плюс, плюс к тому же разница в весе. Опять же, если говорить о том, что он боксирует в 61, в 63, здесь я не совсем правильно поступаю. Чемпион мира по версии IBF и WBA в тяжелом весе Мурат Гассиев ожидал, что кубинец Юниор Дортикас подсядет после шестого раунда. Поэтому никуда не торопился. Российский боксер не скрывал, что хотел утомить своего оппонента и взять верх во второй половине поединка. Честно говоря, я ожидал, что он устанет после шестого раунда. Но это было не очевидно. Юниор хорошо подготовился физически и ментально. Я не знал, кто ведет по очкам и не спрашивал об этом тренера. Я сделал все возможное в каждом раунде. Но знал, что в финале мне придется рисковать, дабы никто, ни противник, ни судьи не могли каким-то образом повлиять на результат. Я вернул пояс Дортикасу, потому что этот конкретный ремень сделан для него и должен остаться у юниора, а мне изготовит копию. После боя с Дортикасом я впервые встретился с Усиком. Мы пожелали ему удачи. Я ничего не могу сказать о нем, как о мужчине. А что касается боксера, ну вы ведь сами все знаете. Он олимпийский чемпион, не знает поражения на профессиональном ринге и является одним из лучших в тяжелом весе. А на этом у меня все. Если вам понравился данный выпуск, то поддержите его лайком. Также не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе всех новостей из мира бокса и смешанных единоборств.